Вчера около 9 часов утра в 17-й квартире этого вот жилого дома неподалеку от Дома кино Луначарского 182, вернувшаяся от родителей из области к бабушке и дедушке в город, учится здесь в институте девушка, обнаружила жуткую картину. Бабушка при смерти, дед мертв. А произошло убийство его топором, когда уже милиция приехала где-то во втором часу или где-то в час. Много их приезжало здесь. Вот, ну брали они тут тоже. Мы беседовали, а что случилось, мы один сказал, что топором его от. У 73-летнего хозяина квартиры отставного военного полковника в отставке Колосова была разрублена топором шея, грудь и голова. Его супруга, бывшая школьная учительница Фаина Колосова, лежала рядом, как выяснилось, чуть позже, когда приехали на место медики с инсультом. Это уже четвертый инсульт. В квартире тут же, на полу, рядом с трупом господина Колосова, нашли окровавленный топор и женский халат, также залитый кровью. Из квартиры, как потом выяснилось, ничего похищено. Не было тело убитого. Хозяина жилища господина Колосова увезли в судебно-медицинский морг его супругу в жутчайшем, тяжелейшем состоянии в больницу. Несмотря на свое состояние, женщина эта в настоящий момент является основной подозреваемой в убийстве. Хотя соседей это утверждение несказанно удивило. Они утверждают, что семья эта абсолютно нормальная и не с чего вроде бабушки, тем более бывшей школьной учительнице, 72-летней пенсионерке, кидаться на своего же собственного мужа, с которым всю жизнь прожила в миру и согласии. Соседи говорят сейчас о другом, что видели накануне вечером в воскресенье неких подозрительных молодых людей, которые разговаривали с теперь уже покойным господином Колосовым. Ну, дело в том, что вот с верхнего этажа, с 28-й квартиры, в 10 часов вечера, у нас лифт не работает, спускалась Ира, ученица там какого-то института. Она говорит, я обратила внимание вот на эту квартиру. Там был разговор, то есть где-то в глубине мужчина разговаривал, и стоял около дверей тоже мужчина, да, вот тут вот в коридоре, но она осторожно, значит, спустилась, белье, как у нее было на улице. Вот, ну, обратила на него внимание, даже, ведь могу его описать. Спасибо. Спасибо.